Долго сказка сказывается, да недолго дело делается, если оно из хороших лайфхаков от первоканала из телека, которые тоже своего рода сказка. Да еще и со счастливым концом. Мужичок забрался на стремянку и жалуется, что вилка, подключенная к удлинителю, постоянно вылетает и пользоваться дрелью становится невозможно. Стоит чуть посильнее потянуть за шнур, и вилка электроинструмента выскакивает из розетки удлинителя. И чтобы данную проблему устранить, нужно взять два провода и просто завязать оба шнура между собой. Вилку электроинструмента с розеткой удлинителя легким узлом. Вот так, вставляем вилку в удлинитель, и можно спокойно работать. Да, вы конечно скажете, что. Можно было просто купить новый шнур подлиннее и не ждать, когда из-за постоянного натяжения стык провода вот в этом месте устройство расшатается и перетрется, чем вызовет поломку дрели, и никаким узлом ты там ничего не решишь, кроме замены провода на такой же. Да и провод будет из-за узла еще короче, а он и так был в натяг. Но лайфхак работает? Работает. Функции выполняет? Выполняет. Красиво? Теперь как ни тяни, шнур, вилка из розетки, не выскочишь. Ну, честно говоря, не очень. Чего не скажешь про роллы из колбасы. Сегодня готовим необычную закуску из колбасы. Роллы. Да, поначалу я тоже думал, что это какая-то лютая дичь. И выглядит это будет так, как та сосиска из чечевицы от очередного повара. Но, господи Иисусе, вы только посмотрите. Такое блюдо отлично впишется в повседневное меню и будет хорошо смотреться на праздничном столе. А внутри даже не майонез, а настоящий творожный сыр с зеленью, перец и шампиньоны. Да, можно было бы украсить получше, да и для повседневности такая еда будет явно лишней. А сырым кунжутом вообще непонятно, для чего они его посыпали, ибо он тут вообще не нужен. Но, ребята, ауф. Кажется, кульнария от Первого канала превзошла сама себя. Жаль не в сегодняшнем обзоре. Смываем под холодной водой апсельку. Все привыкли варить пельмени. Шашлык можно жарить не только из мяса. Хлеб и колбаса – привычные продукты к завтраку. А привычное начало видоса с обзором шедевральнейших лайфхаков от Первого канала начинается с фразы «своими глазами». И начнем мы с самого важного для каждой осени и на майские праздники – шашлык. Кто-то, который делает из свинины, кто-то готовит овощи или купаты – Первый канал. Шашлык можно жарить не только из мяса, но и на скорую руку из колбасы. На скорую руку. На скорую руку выехать на природу, на скорую руку затопить мангал, на скорую руку разжечь угли. Ну а потом можно и колбаски быстренько пожарить. На скорую руку. С шашлыком-то разницы нет? Получится очень вкусно. Да никто и не сомневается, учитывая, что колбаса на сковородке тоже так ничего. Но ради нее ехать на природу и раскочегаривать в мангал? Вы бы еще яйца там с макаронами сварили и сказали «Ну все, поели, можно и домой ехать». Папа, мяши когда-нибудь пожарим на мангале? Это, сынок, долго и неинтересно. Я тебе в следующий раз быстренько пожарю сосиски. И жарим на углях самую большую порцию. Во, супер! Сначала замачиваем в воде деревянные шпажки, чтобы не загорелись на костре. А сами тем временем тонко нарезаем одну из самых дешевых колбас, измельчаем сыр и смешиваем все с чесноком и майонезом. Класс! Сказали все те зрители, которые вместо планируемой обжаренной колбаски с хрустящей корочкой увидели это. У петуха даже из прошлого видоса опять башку снесло от такого рецепта. Не, ну а чем ни шашлык и ни из мяса? Смазываем с одной стороны сырным соусом, скручиваем в рулет, насаживаем на шпажку, запекаем по две минуты с каждой стороны. Пока над вами плывут облака, а вы на природе, наконец-то поедите колбасу с майонезом. Если она у вас вся не потрескается, пока вы будете ее насаживать на шпажки. Петрович, колбаса-то у тебя треснула! Треснула! Придется мясо жарить! Ну вот, Михалыч, ну вот как всегда, весь Первомай испоганился. Так и знал, сковородку брать надо. Колбаса поджаренная на гриле, да еще с сыром и чесноком. Которые нет-нет, да и вытекут на этот долбанный горячий уголь, впоследствии неистово воняя. И ваша колбаса с майонезом будет... Закуска мечты! Главное, терку из дома не забудьте, а то будете как тот рыбак без чая. Вы пришли на рыбалку и забыли терку! Сначала изготовим жиромолочный комбинат, чтобы сделать сыр. Нам понадобится... Все привыкли варить пельмени. Или жарить, что немаловажно. Но гораздо вкуснее получится, если приготовить из них. Запеканку! Нойс! Ну а мы тем временем нагреваем с маслом сковородку в духовке, затем выкладываем на нее замороженные покупные пельмени, присыпаем все это заранее обжаренным луком и тупо заливаем все яйцами с майонезом, в конце посыпав сыром. И мне 15-летнему говорили после таких блюд, что я занимаюсь фигней и перевожу продукты на ветер? Видели бы мои родители, что будут готовить на Первом канале в 2020-х годах. И лучше бы не видели. Да, это безусловно съедобно, но ровно так же, как и колбаса с сыром на мангале, и ровно так же странно. Поскольку ждать 40 минут при 200 градусах в духовке, как нам советует Первый канал, чтобы потом просто поесть пельмени с яйцом и майонезом, это выглядит как какая-то шутка, особенно если это покупные пельмени, где одна соя и всякая фигня вместо фарша. Гостей, что ли, мне этим убожеством кормить? Или что? Это что же у нас за торжество там такое намечается, что такие блюда стоят по 40 минут в духовке? Не значит, как день рождения, что ли, у кого-то? Или год, может быть, новый? Запеканка из пельменей, блюдо очень сытное и вкусное. Всем понравится. Тем временем все. Стикеры! Стикеры! Дядь Джеймс, дай стикеры! Ладно, стикеры в формате комментариев пиши мне, пока если выиграл, и не забудь. Всем понравится. А что насчет сытных котлет? Если вам некогда готовить фарш и жарить домашние котлеты, сделайте их из полуфабриката. Опа, отлично! Но я не ослышался? Сделать полуфабрикат из фарша, которого нет, из полуфабриката, из фарша, который уже сделан в полуфабрикат? Смываем под холодной водой обсыпку. А нет, не ослышался. Он реально решил сделать котлеты из котлет, которые купил в магазине, которые уже сделаны. Гений, филантроп и просто ведущий первого канала рубрики «Полезные советы». Но вы спросите, а чем ему не угодила посыпка? Так это... Именно она придает котлетам магазинный вкус. Не сой, который в этих котлетах чуть больше, чем до хрена. Не сало, по сравнению с мясом, которого чуть больше, чем до хрена. Не сухой бумажный порошок, который впитывает воду и загоняется в фарш присадками, которые удерживают эту жижу в полуфабрикате, из-за чего многие полуфабрикатные котлеты продаются исключительно в замороженном виде, ибо в размороженном они тупо растекутся. Отсылка к первому ролику на моем канале. Вот посыпка! Вот сволочь, а! Далее вымытые под водой котлеты мы обваливаем в муке, и да, он даже не соединил весь фарш, добавив, например, специи, лук, чеснок, там или тот же хлеб, вымоченный в молоке или в воде. Ну, типа усовершенствовать. Нет, проблема была только в посыпке. Жарить домашние котлеты? Сделать их из полуфабриката. Смываем под холодной водой обсыпку. Ну все, пока, пока, пока. Далее обваленные в муке котлеты обжариваем, выкладываем в кастрюлю, закидываем обжаренный лук, помидоры и кубики сыра и ждем 10-15 минут в разогретой духовке. Температуру нам, правда, не сказали, зато сказали вот что. Благодаря тому, что мы смыли магазинную панировку и запекли котлеты с овощами и сыром, они получились очень вкусными. Да, точнее сказать, он получился вкусным. Большущий единый мать его котлет, который, как это обычно бывает в советах от Первого канала по мастерским рецептам именитых шеф-поваров, склеен сыром и похож на хрючево для свиней в свинарнике по именитым рецептам от Первого канала. Прошу к столу. Ведь, как говаривал один знаменитый человек, кто готовит без сыра, тот лох. Джейсон Стетхам. А главное, на это ушло совсем немного времени. Ну совсем чуть-чуть же, ну. Обычные котлеты 10-15 минуты готовы, котлеты от Первого канала 10 минут. Смываем панировку и пытаемся не развалить замороженные котлеты, которые размораживаются в теплой воде и уже готовятся. 15 минут панируем мокро-замороженные размороженные котлеты в муке и обжариваем. И 15 минут смотрим на них через стекло духовки. Знаете, а 40 минут на котлеты, которые мы купили, чтобы приготовить за 10 минут, это даже вполне нормально. Это не сутки. И уже хорошо. Так же хорошо, как и финалисту нашей сегодняшней телепередачи «Сожрите это немедленно». Хлеб и колбаса – привычные продукты к завтраку. Эй-эй-эй-эй, стоп-стоп-стоп, Илюха, стоп. Ну ты же на работе. А если добавить еще несколько ингредиентов, получится вкусный рулет. Ну, вот можешь же, а? Красавчик. Отрезаем корки от ломтиков хлеба, раскатываем мякиш на пищевой пленке, смазываем его майонезом с горчицей, выкладываем лист салата и колбасу с корнишонами. Ну и вот, казалось бы, браво! Почти ничего лишнего, все по делу. Даже салатик с огурчиком добавил. Жаль, без маринованного лука, но чем, блин, невкусный получился сэндвич? Сэндвич невкусный. Сворачиваю хлеб в плотный рулет. Оборачиваю пищевой пленкой. Остужаю в холодильнике полчаса. И, казалось бы, съедобные ингредиенты, обычная начинка, приблизительно нормальная концепция, но нет. По своей концепции Илья разрезает его на порции, и вместо классного ноу-хау в сэндвич-снематике у него получается это. Вот какой оригинальный завтрак у нас получился. Приятного аппетита. Знаете, зная одного Илью с одной кухни, и зная другого Илью с другой кухни, складывается впечатление, что с этим именем в кулинарии явно что-то не так. Нет, ну серьезно. Они когда совет этот придумывали, они вообще понимали, что это нахрен, во-первых, хлеб, и он менее мягок и податлив, чем булочка, так еще и всех ждет сам факт неминуемой идиотской подачи, поскольку это долбанный закрученный сэндвич. Как это есть? Оно даже на тарелке разваливается, не говоря о моем рте. Господи Иисус, они что, прописных истин не знают, что ли? Кто готовит без сыра, тот лох. Ну, хотя бы в конце этого рецепта мы теперь знаем, кто не лох. Классика! Приятного аппетита! Спасибо! 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 Ну, а пока подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан, подписывайся на мой телеграм-канал, там вся движуха, а на бусте куча дополнительного контента по ссылке в описании. А с вами, как всегда, был Джеймс Илоун. Увидимся! А главное, на это ушло совсем немного времени. Прошу к столу. Субтитры сделал DimaTorzok